привет ребята с вами акулфаван сегодня в этом видео мы с вами познакомимся с тем как создаются get и post запросы при помощи класса url session поэтому если вы хотите знать как создаются get запросы и как создаются по запросу то оставайтесь со мной сейчас вы все узнаете и так мы с вами создаем новое приложение single new app новое приложение нас будет называться get and post next и create мы с вами создали проект теперь давайте идем main storyboard и добавим сюда парочку кнопок кнопку у нас будет get и кнопку нас с вами будет тост хорошо теперь нам с вами нужно создать айбекш на этих кнопок поэтому нажимаем клавишу option или alt нажимаем на view controller и давайте перетянем зажатой клавиши control от post это у нас будет айбекшен это будет post и type put your button connect теперь выбираем get нажимаем клавишу control перетаскиваем давайте повыше чем post это тоже у нас будет action get и то же тайп у нас будет юбатом connect нажимаем command enter для того чтобы закрыть assistant editor и теперь мы с вами можем спокойно перейти во view controller и продолжить работать здесь удаляем весь оставшийся код то есть метод view did lot тоже удаляем и и оставляем только наши два айбекшена первым мы с вами реализуем get запрос для этого нам понадобится лишь юрел по большому счету поэтому давайте мы с вами посмотрим сафари куда мы с вами будем обращаться итак у нас есть джейсон place hotel type code .com вот этот хвостик я уже добавил я могу его убрать если вы мне не верите нажать enter и вы видите что здесь есть ресурсы которые вы можете использовать для того чтобы сделать некие такие пробные запросы и вот здесь чуточку ниже roads есть get 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 есть post то есть мы можем использовать вот эти адреса для наших get и для наших post запросов поэтому я добавил этот хвостик post сюда и теперь копирую целиком адрес и возвращаюсь в xcode и так для того чтобы сделать запрос нам нужен адрес поэтому пишу и URL равно класс URL открываем скобочку и нажимаю один раз наверх и вы видите что в конце списка у нас есть два вот таких инициализатора мы с вами будем использовать вот этот для того чтобы передать туда целиком адрес хорошо мы с вами создали URL но URL у нас на самом деле опциональный и поэтому не факт что у нас получился URL настоящий поэтому мы здесь должны дописать guard let затем else return теперь что нам нужно сделать мы с вами создали URL теперь нам с вами по сути нужно создать запрос по данному адресу для этого мы с вами давайте создадим еще одну константу session session это у нас URL session shared и теперь session data task и выбираем вот этот метод где у нас есть completion handler нажимаем enter вместо URL поставляем URL нажимаем здесь enter здесь пишем data response здесь error теперь что у нас здесь используется внутри первым делом давайте мы с вами запишем код который вам не обязательно пригодится но тем не менее он будет полезен нам здесь пишем и flat response равно response а для чего вообще нам нужен этот response на самом деле когда у вас например что-то не работает то во многих случаях response вам может помочь потому что в response у вас содержится вся необходимая информация по вашему запросу а также вы можете увидеть статус вашего запроса поэтому здесь мы просто напишем print response и теперь мы с вами двигаемся просто дальше после того как мы с вами сделали здесь запрос давайте запишем guard let data равно data теперь else return и под датой мы с вами пишем print data мы хотим узнать что мы там получили и затем давайте извлечем наши данные в формате json поэтому мы здесь пишем блок do catch do let json равно try json serialization json object и вот здесь мы берем вариант верхний потому что у нас есть data и в эту дату мы с вами вписываем как раз те данные которые получили тут в reading options мы здесь просто оставляем пустой массив потому что дополнительных опций нам здесь не нужно затем пишем print json то есть что у нас получилось и есть catch блок где мы можем просто распечатать нашу ошибку если у нас такая будет после того как мы с вами все это сделали у нас все равно ничего работать не будет почему потому что у нас data task да или вот task который создается с помощью этого метода он у нас создается в таком подвешенном состоянии и у нас соответственно ничего не происходит для того чтобы у нас все отработало нам нужно вызвать резюм поэтому находим закрывающую скобочку этого метода и здесь напишем точка резюм все теперь давайте мы с вами запустим проект на айфоне 8 плюс и посмотрим как у нас будут отрабатывать эти данные итак мы с вами нажимаем кнопочку get и теперь давайте посмотрим что у нас с вами вышло в консоли мы видим что мы с вами получили все данные и все они у нас находятся в формате джейсона еще хочу обратить внимание вот когда мы с вами писали принятый респонс вот по сути у нас распечаталось вот это все то есть это и есть как раз таки заголовки которые идут к вашему get запросу и если вы присмотритесь то здесь написано статус код 200 что фактически значит что запрос успешен вообще от 200 до 299 запрос считается успешным если например вы сделаете где-то ошибку например в вашем запросе то у вас статус код уже например будет 404 что значит страница не найдена хорошо с get запросы мы с вами более-менее разобрались давайте посмотрим как строится пост запросы они немного отличаются от get запросов но тем не менее во многом и они схожи между собой и так с чего у нас начинается пост запрос конечно также у нас начинается с адреса поэтому мы можем просто взять скопировать вот эту строку вставить ее сюда и после этого мы создаем уже запрос request равно url request открываем скобочку выбираем верхний вариант потому что это то что нам нужно а нижний вариант он более такой гибкий вы здесь можете выбрать настройки кэширования или таймаут интервал ну этого нам здесь не нужно поэтому выбираем просто url и передаем сюда url после того как мы с вами создали запрос давайте обозначим что это у нас будет пост запрос пишем request http метод и здесь нам в кавычках нужно писать пост таким образом мы обозначили что наш запрос будет пост запросом вообще в чем у нас разница пост и get запросы get это по идее вы получаете данные пост вы отправляете данные поэтому давайте мы с вами добавим еще одну константу которая будет обозначать некие параметры которые мы с вами хотим отправить пишем let parameters равно параметры у нас будут представлены в виде словаря например username здесь мы ставим кавычку и здесь давайте мы поставим one теперь второе это у нас будет message и например здесь будет hello steve то есть по сути мы с вами передали какие-то параметры теперь мы с вами должны встроить данные параметры или вот данную информацию куда-то поэтому мы с вами идем дальше и здесь уже пишем guard let http body равно try json serialization data и теперь мы с вами выбираем верхний вариант то есть with json object any options json serialization writing options здесь мы передаем параметры то есть parameters и здесь мы также передаем пустой массив то есть никаких дополнительных настройок у нас здесь не будет итак если нам с вами удалось создать http body то мы с вами естественно продолжаем выполнение кода если же нет то мы с вами просто возвращаемся теперь что мы делаем с этим http body мы пишем request http body равно http body то есть мы присваиваем в тело нашего запроса тот запрос который создали строчкой выше то есть как раз те параметры которые мы хотим сюда передать ну а теперь мы с вами работаем по накатанной то есть что мы делаем мы идем чуточку ниже здесь пишем let session равно url session shared теперь session data task и здесь мы с вами выбираем вариант уже с реквестом не просто с url а с реквестом сюда мы передаем request нажимаем enter на completion на handler здесь мы также пишем data response и error здесь давайте мы также напишем if response равно response здесь пишем print response а чуточку ниже мы пишем if data равно data в принципе давайте лучше с guard сделаем else return а здесь мы уже пишем do catch block do let json равно try json serialization json object сюда мы передаем data и здесь у нас опять-таки пустой массив дополнительных опций мы не используем здесь пишем print json и затем мы пишем catch block print если у нас вдруг случится ошибка то мы ее распечатаем после того как мы все это с вами сделали нам также нужно сделать resume поэтому пишем здесь точка resume хорошо в принципе наш пост запрос готов мы можем его протестить но он у нас будет работать не совсем правильно поэтому нажимаем запустить наше приложение и давайте посмотрим что же у нас там с вами получилось так нажимаем post запрос выполнен и смотрите что у нас происходит мы с вами пытаемся передать json данные вот они у нас есть понятно что у нас есть некий айдишник айди 101 и также мы видим что у нас есть вот такой элемент причем обратите внимание что первый элемент то есть ключ этого элемента равен вот этой строке а значение пустой строке то есть у нас с вами все происходит нормально видим что статус код у нас 201 но единственный у нас вопрос с тем что неправильно воспринимается ключ значение то есть по идее юзернейм это ключ значит иван это значение месседж это ключ hello steve это значение и у нас с вами джейсон должен выглядеть соответственно иначе почему так происходит потому что мы с вами не передали один дополнительный заголовок как это сделать давайте под http методом мы с вами запишем request add value какое же у нас здесь будет значение здесь у нас будет application json мы можем вообще взять отсюда все application json а сюда мы берем content type теперь убираем снова перезапускаем наш проект снова нажимаем post и теперь мы видим что наши данные они были преобразованы отлично давайте теперь мы с вами пробежимся еще раз по коду который мы с вами написали итак давайте начнем мы с вами с get запроса get запрос у нас начинается с адреса то есть куда мы хотим обратиться после того как мы с вами определили адрес и у нас создался url мы создаем session мы создаем url session shared то есть singleton и в этом singleton мы называем метод data task и соответственно передаем сюда адрес куда мы хотим осуществить наш запрос после того как мы это сделали у нас есть некий completion handler в котором мы с вами все и делаем у нас появляется data response и error data это те данные которые мы получили по данному адресу response это ответ сервера и error это ошибка если у нас какая-то это возникло в процессе итак что мы здесь делаем мы распечатываем response если он пришел затем если у нас есть какие-то данные то мы продолжаем работу если нету то мы выходим из данного метода так как мы с вами вызываем метод json object у json serialization то он у нас требует try то есть конструкции try потому что это является throws методом и соответственно мы делаем try и catch то есть do catch блок после чего мы печатаем json и error опять таки если у нас такова и есть после чего мы вызываем просто resume потому что data task по умолчанию у нас находится в таком suspended как сказать в подвешенном состоянии и мы должны его запустить по сути наш пост запрос он очень похож на get запрос по сути вот эта часть она вообще полностью дублируется другая часть она является уже неотъемлемой частью скажем этого пост запроса также наш пост запрос он осуществляется по какому-то адресу поэтому мы первым делом пытаемся создать данный URL по которому создаем наше обращение затем понятно что это у нас некие параметры которые мы хотим передать на сервер и затем мы сами создаем запрос запрос может быть у него будут какие-то дополнительные опции там видели в инициализаторе они есть вы можете про них почитать самостоятельно после того как мы с вами создали запрос мы определяем метод что это у нас post метод и затем мы с вами добавляем заголовок для content type который является application json то есть мы говорим о том что мы будем отправлять json после чего мы создаем тело нашего запроса это http body это тоже является try с вопросительным знаком это тоже как и в прошлом методе у нас является throwing function то есть генерирующий ошибку функции и соответственно мы сюда передаем параметры которые хотим передать на сервер и указываем дополнительные опции вот в этом массиве если у нас это не выходит то мы просто выходим из метода соответственно присваиваем наш http body то есть свойство или в тело запроса нашего тот самый http body который мы создали по сути из наших параметров все мы приготовили наш запрос и делаем запрос уже с данным request то есть с данным запросом data task то есть у нас задача для получения данных с этим запросом и дальше у нас все идет по накатанной у нас получается данные у нас есть ответ и у нас есть error соответственно если у нас есть ответ то мы его печатаем если нет то ничего страшного мы просто его не печатаем но выполнение программы идет дальше затем у нас есть guard let data равно data то есть здесь мы извлекаем данные если у нас таковые опять таки есть если нет то мы просто выходим из метода ничего тут особенного и также у нас есть do catch block который позволяет нам преобразовать наши данные в джейсон если у нас конечно это получается если не получается мы распечатываем ошибку вот по сути и все ну и понятно что в конце мы вызываем резюм сегодня в этом видео мы с вами увидели самые простые реализации get и post запросов конечно вы в любом случае их можете использовать это рабочие запросы вы можете их внедрять в свои проекты прямо сейчас на этом все спасибо вам большое за внимание с вами был Акулф Иван портал swiftbook.ru до встречи до встречи